Работать на благо города совместно и плодотворно. Владимир Шарыпов продолжает знакомство с представителями Ивановского бизнес-сообщества. На этот раз на встрече с мэром владельцы торговых точек и предприятий общественного питания. Конечно, бизнес хочет от нас сокращения каких-то административных процедур, более активного взаимодействия с администрацией. Мы, в свою очередь, хотим, как я, как глава города, чтобы бизнес больше внимания уделял социальным направлениям в своей деятельности в городе. Многие этим уже занимаются. И, конечно, сейчас у нас такой период, когда мы будем искать с бизнесом какие-то компромиссы и находить совместные решения. Чем помочь городу – вопрос несложный. Было бы желание. Приветствуется не только материальная поддержка, но и пассивные работы по благоустройству. В первую очередь, прилегающих к магазинам и кафе территорий. Если каждый из нас будет что-то немного вкладывать в наш родной город, то тогда мы будем совсем по-другому себя в нем ощущать. Мы действительно можем получить ту среду, где людям захочется жить. Получается же наоборот. Руководители некоторых предприятий малого бизнеса вместо того, чтобы, к примеру, обработать песко-соляной смесью тротуар возле своего здания, пишут жалобы в прокуратуру на бездействие городских властей. Такой подход, уверен глава города, неконструктивен. Предприниматели с предложенной моделью взаимодействия согласны и готовы помогать, но ждут от городских властей взаимности. Хотелось бы обратиться с такой просьбой к Владимиру Николаевичу и уважаемым коллегам, что когда мы стараемся какие-то проекты реализовывать, в том числе и для города, который я считаю является социальным, чтобы администрация помогала в оперативном решении проблем, потому что каждое такое начинание, как правило, требует определенных согласований с администрацией города. Так как администрация является большим аппаратом и порой это занимает достаточно большое количество урин, мы очень большая просьба, чтобы эти вопросы старались как-то пооперативно решаться. Глава города согласился, проблему нужно решать и как можно скорее. Время, деньги и проволочки – это дорого. А пока предприниматели могут помочь областному центру преобразиться к Новому году. Ваше участие может быть самой разной формы. Это и финансовые перечисления в фонд родной город. Это и спонсорское участие в проведении новогодних мероприятий в учреждениях в социальной сфере. Это и украшение прилегающих территорий, вечерняя подсветка своих предприятий. Это установка елки и проведение своих праздников. Еще раз обращаю ваше внимание, что только вот наша такая совместная работа позволит, наверное, приближающийся Новый год и праздники сделать запоминающимися и интересными для всех жителей города Иваново. А чтобы подстегнуть бизнесменов, городская администрация организовала конкурс среди объектов торговли и общественного питания на лучшие новогодние оформления. Оценочная комиссия начнет работу 20 декабря. Подведут итоги и наградят победителей уже в январе 2017. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.